В любом демократическом обществе человек понимает, что ему, чтобы удержаться у власти еще раз, у него всего есть, условно говоря, 5 лет, 10 лет, 4 года, то есть по-разному бывает в разных странах, и все. И вот это вот все, которое есть в демократических странах, оно очень многое определяет для разных президентов и разных правителей. Как только человек понимает, что он эту власть никому не отдаст никогда, то есть он цепляется за власть и пытается всеми возможными и невозможными средствами удерживать себе эту власть. Поэтому Путин сейчас делает те вещи, которые он не делал раньше. Он дошел до этой вершины, то есть он стал царем, то есть вот так он понимает себя. Есть только его мнение и неправильное. У него других мнений не бывает, он во всем прав всегда, он всегда знает, что он делает, он такой великий. А если вы посмотрите этого же человека, вот когда он только приходил к власти, такой бедненький, в малиновом пиджаке, с недостаточным в нем, неуверенностью, то есть ничего. То есть человек посредственных знаний, человек довольно не обладающим никакими выдающимися заслугами и так дальше. И вот он получает эту абсолютную власть. Особенно в России, где население готово терпеть, готово страдать и готово смириться с тем, что власть ему это говорит. И вот сегодня он дошел до этой высшей своей цели, да, и вот за это кресло он держится, он будет держаться руками, зубами, ногами, как угодно, лишь бы оставаться в этой власти. А это вот окружение, которое рядом с ним находится, это те, которые благодаря ему могут жить сытно. Когда я говорю сытно, это значит, не задумываясь ни о чем. Они находятся в полной тоже власти, они там на своих местах тоже решают любые свои вопросы, если им нужно. Плюс на каждого из них есть какие-то компроматы. То есть они понимают, что они все повязаны вот этой круговой порукой в беззаконии, в смертях и так дальше. Вот все то, что они творят и творили до этого. Поэтому все произойдет тогда, когда этот режим просто будет выкинут на свалку истории. А это обязательно будет в довольно ближайшее время. Россия сегодня впервые после Второй мировой войны сделала действия, которые точно определяют сегодняшнюю страну. Россию. Это зло. Самое большое зло на планете Земля. И сегодня весь мир пытается разобраться с этим злом разными средствами, которые только сегодня есть в распоряжении у этих стран. Одни страны помогают оружием Украине, другие страны помогают дипломатии и так дальше, и так дальше. Все поддерживают Украину. То есть каждая страна сегодня находится на обороне мирового порядка. Ну и, естественно, Соединенные Штаты. Я бы хотел, чтобы это было более еще напористо и чтобы это было быстрее. И тем не менее, все равно постепенно, последовательно Украина движется. И у России сегодня нет шансов никаких сражаться со всем цивилизованным миром. Потому что Россия из себя, как страна цивилизованная, ничего не представляет. Она воюет, как прошлое, она имеет генералов, которые думают, как в прошлом думают. Даже сегодняшние украинские военные, если сравнить украинские военные и российские военные, вот скажем, командование, высшее командование. Украинские военные, чем им проще с Россией бороться? Тем, что они, во-первых, знают ментальность. Многие из них закончили те же вузы, и они знают, по какой программе и тематике воюет Российская армия. Плюс у этих военных есть еще новые знания с новыми технологиями. И они в своем сознании находятся там уже, в 21 веке, вместе со всем остальным цивилизованным миром. А там другое мышление. И поэтому сегодняшнее командование украинское в разы превышает российское командование. Можно даже посмотреть на этих выступающих, посмотрите даже на тех же пропагандистов военных, которые что-то заявляют или говорят. И послушайте украинцев, где есть четкая позиция, есть понимание того, что говорит, и человек говорит именно с сознанием 21 века. А там это все прошлое. Мы сейчас колонны, вот мы сейчас всех этих, мы ничего не начинали, это то, что Путин заявляет. Но человек живет в прошлом. Как-то так, друзья. Россия сегодня впервые после Второй мировой войны сделала действия, которые точно определяют сегодняшнюю страну, Россию. Это зло. Самое большое зло на планете Земля. И сегодня весь мир пытается разобраться с этим злом разными средствами, которые только сегодня есть в распоряжении у этих стран. Одни страны помогают оружием Украине, другие страны помогают дипломатии и так дальше, и так дальше. Все поддерживают Украину. То есть каждая страна сегодня находится на обороне мирового порядка. Ну и естественно Соединенные Штаты. Я бы хотел, чтобы это было более еще напористое, чтобы это было быстрее. И тем не менее, все равно постепенно, последовательно Украина движется. И у России сегодня нет шансов никаких сражаться со всем цивилизованным миром. Потому что Россия из себя, как страна цивилизованная, ничего не представляет. Она воюет, как прошлое. Она имеет генералов, которые думают, как в прошлом думают. Даже сегодняшние украинские военные, если сравнить украинские военные и российские военные, вот скажем, командование, высшее командование. Украинские военные, чем им проще с Россией бороться? Тем, что они, во-первых, а, знают ментальность. Многие из них закончили те же вузы, да? И они знают, по какой программе и тематике воюет Российская Армия. Плюс у этих военных есть еще новые знания с новыми технологиями. И они в своем сознании находятся там уже в 21 веке, вместе со всем цивилизованным миром. А там другое мышление. И поэтому сегодняшнее командование украинское в разы превышает российское командование. Можно даже посмотреть на этих выступающих, да? Посмотрите даже на тех же пропагандистов, военных, да? Которые что-то заявляют или говорят. И послушайте украинцев, где есть четкая позиция, есть понимание того, что говорит, и человек говорит именно с сознанием 21 века. А там это все прошлое. Мы сейчас колонны, вот мы сейчас всех этих, мы ничего не начинали, это то, что Путин заявляет. Но человек живет в прошлом. Как это так, друзья?